И мы начинаем с резко обострившейся обстановки на корейском полуострове, где приведены в боевую готовность ВМС США и войска Северной Кореи. Ядерные испытания Пхеньян может провести уже в эту субботу. Они приурочены к большому празднику — 105-й годовщине со дня рождения великого вождя Ким Ир Сена. Для противодействия этой угрозе Вашингтон отправил к берегам корейского полуострова мощную армаду. О том, что сейчас происходит в КНДР, наш специальный корреспондент Дарья Козлова, которая работает в Пхеньяне и сегодня видела лидера Северной Кореи Ким Чен Ина. Уникальная возможность увидеть самую закрытую страну мира. Во время обострения ситуации на корейском полуострове и военных учений у самой границы КНДР Пхеньян пошел на беспрецедентный шаг. Открыл страну для сотни журналистов, в том числе американских. Можно заглядывать в окна, снимать военных и задавать вопросы. США выпустили ракеты по Сирии. Что будет, если тоже повторится и на корейском полуострове? Мы верим в нашего лидера и пойдем за ним. США сейчас пытаются развязать войну, но мы верим в свои силы. У нас лучший руководитель и победа будет за нами. Собираться на площади корейцы начинают за пару часов до приезда своего лидера. Приходят группами, школьники, студенты, военные, госслужащие. Последними на месте представители партийной верхушки. У них места прямо перед трибуной. Местные журналисты везде, в первых рядах и на крышах высоток. Иностранные только в специально отведенной зоне. Сейчас на трибуне Ким Чен Ыны все партийное руководство. И это максимально близкое расстояние, на которое к северокорейскому лидеру могут подойти иностранные журналисты. Открывает Ким Чен Ын новый жилой квартал в центре Пхиньяна. Построили его всего за один год. Тысячи людей в самом центре Пхиньяна. После завершения уже официальной части церемонии отъезда своего лидера, корейцы еще долгое время не расходились. И только сейчас начали покидать площадь. Что вы сейчас чувствуете? Это радость. Самое большое счастье на свете. Посмотреть квартиры приходят жители со всего Пхиньяна. В новом квартале только высотные здания от 40 до 70 этажей. Какая квартира здесь самая лучшая? У нас все квартиры одинаковые. Корейские квартиры, которые показывают иностранцам. Лоджии, спальни, ванной комнаты и рабочие кабинеты. Площади 100-140 квадратных метров. Открытие этого квартала для корейцев настоящий праздник. Открываются сегодня в Пхиньяне и несколько новых супермаркетов. И сейчас, пока на улице кажется весь Пхиньян, можно быстро зайти в магазин и посмотреть, что продают в обычных магазинах Пхиньяна. Ряды полок с соками, алкоголем и местной газировкой. Мясо, в основном свинина, в фасованных пакетах грамм по 200. Почему у вас все в разных местах, так далеко? Всем же разные продукты нужны. Неудобно, когда все вместе. Ким Чен Ын для всех северокорейцев пример для подражания. Называют его уважаемый высший руководитель и товарищ. В моде костюмы, как у лидера, и, конечно же, прически. Пожилым такие прически не делаем. А вот молодые все хотят выстригать волосы внизу, поднимать наверху и быть похожими на нашего руководителя. Ким Чен Ын сегодня на трибуне не произнес ни слова. Говорили с иностранцами жители Пхиньяна. Дарья Козлова, Иван Пономаренко, КНДР, Пхиньян, Вести. Между тем, Китай в жесткой форме предупредил Вашингтон не наносить удар по Северной Корее, так как это гораздо опаснее бомбардировки Сирии. Предостережение появилось в Global Times, англоязычной версии китайской газеты «Жимин Жибао». В статье говорится о том, что сейчас администрация Трампа пытается оказать давление на КНДР, создав ожидания в мире и, возможно, даже перейдет от слов к делу, начав военные действия. Это закончится контратакой Пхиньяна, и Вашингтон окажется перед дилеммой, так как воевать против Северной Кореи гораздо опаснее, чем наносить удары по Сирии. По мнению издания, США на данный момент не в состоянии привести в порядок глобальные дела, и в Белом доме эту реальность должны осознать. Продолжение следует...